Алексей вводит свой тягач уже 9 лет. По словам владельца, машина хорошая, ездил бы еще столько же. Однако, в связи с обновлением автопарка на предприятии самоходную машину решено было продать. В итоге, при снятии тягача с учетов госавтоинспекции возникли трудности. Возникли вопросы по идентификации номера кузова, так как в процессе эксплуатации он был деформирован коррозией. Данный случай стандартен и в практике у спиртов давно, однако есть ситуации, которые иначе как курьезными не назовешь. Наверх оригинальной площадки, скажем, на площадке находился оригинальный номер. Просто брали при помощи клея, накладывали вторую пластину с вторичным номером, который являлся, скажем, поддельным. И вот, снимая краску, видя вот этот, как бы, курьезный случай, мы отдирали и видели, что под ним находится оригинальный номер этого транспортного средства. Ну, это, скажем так, было сделано на быструю руку. Но это, скорее, исключение из правил. В зоне риска легковые одномарки, независимо от стоимости и даты выпуска авто. Заподозрить неладное могут таможенники еще на границе, проверяя данные транспортного средства. Но зачастую злоумышленники так грамотно подделывают ВИН-номер, что разобраться без помощи специалистов не получается. Хотя на некоторые нюансы обывателю все же стоит обратить внимание. Для этого хотя бы надо изучить, где находится ВИН-номер, так называемый, на кузове автомобиля. Посмотреть, как нанесена краска на панели. Если видно, что различный цвет, либо, скажем, свежеокрашенная поверхность, то все-таки стоит задуматься, что происходило с этим номером, либо кузовом. Может, он перекрашивался, может, все-таки фрагмент с номером варен. Обращать также внимание на таблички дублирующие, потому что каждый завод-изготовитель, что касается легковых автомобилей, ну и отдельных грузовых, он предусматривает наличие дубляжей, так называемых, на кузове. Тоже, чтобы они были и сравнить номера. На фальшивку могут указывать посторонние штрихи, наличие сварочных швов, отличие в шрифте, если буквы или цифры пляшут и так далее. Следы такого сомнительного творчества видны невооруженным глазом и сразу вызывают подозрения. За текущий год, за январь месяц, было выполнено 55 исследований, из которых в пяти случаях экспертами было подтверждено изменение идентификационного номера. Поэтому, если при покупке автомобиля у вас возникли хоть малейшие сомнения по поводу оригинальности ВИН-кода, необходимо обратиться за помощью к компетентному специалисту для проверки маркировки. Именно он сможет дать ответ на вопрос, был ли заменен номер или нет. Если продавец откажется от прохождения экспертизы, значит, можно с полной уверенностью сказать, что у такого автомобиля нечистое прошлое. Продолжение следует...